Да плевать, даже если мы допустим, что он действительно шпион, его чё, что по закону Соединенных Штатов Америки убивают шпионов, что ли? Для меня очевидно, что просто пытаются, это знаете, подготовка общественного мнения к тому, чтобы сказали, а, он был шпион, ну тогда в принципе ничего страшного, что его грохнули. В прошлом эфире я вам рассказывал про чеченца, которого убили в Соединенных Штатов Америки, в штате Северная Каролина, его звали Рамзан Дараев, допомил его Всевышний Аллах. Ситуация была такая, он, значит, работал в компании, которая проводит телекоммуникационные сети, оказался на частной территории в нерабочее время, на нем не было соответствующей униформы. Он пришел хозяин этой территории и убил Рамзана Дараева, и из-за того, что убийство произошло на территории этого американца, полиция идентифицировала Рамзана Дараева как преступника, подозреваемого, который якобы, ну он находился на чужой частной территории. А этого американца, хозяина этого территории, он был определен как потерпевший, хоть он и является убийцей, хоть он убил. В Америке законы такие, что если на своей территории кого-то там убиваешь, не санкционировано попавшего человека на твою территорию, то в принципе ты выглядишь там потерпевшим. Значит, мы в прошлом эфире с вами говорили о том, что это в целом по закону, может быть, это все именно так и выглядит. Однако, очевидно, что Рамзан Дараев не был вооружен, он не проявлял никакой агрессии, он был абсолютно безопасен для вооруженного человека, который держал его на мушке. Потом выяснились некоторые подробности, что оказывается жена этого американца заметила Рамзана Дараева, она, значит, подозвонила в полицию, но до полиции приехал туда ее муж, он убивает Дараева, потом приезжает полиция и, в общем, далее оформляет протокол. Этот американец был просто допрошен и отпущен. Так вот, сейчас выясняются уже детали этой темы. Оказывается, американец наш непростой, это действующий военнослужащий в звании полковника, и служит он в каком-то элитном армейском подразделении вооруженных сил США, которое расположено также вот в этом городе, город называется Карфаген, в штате Северная Каролина. И это уже новые вводные, понимаете, тут сразу мы начинаем понимать, почему это произошло, почему он именно убил, почему он не стал, если он видел, что человек безоружен, он ему никак не угрожает, почему он его убил. Ну, человек, так как он является военнослужащим, в принципе, он, скорее всего, и делал это, а если даже не делал, он, ну, видимо, он хотел, он мечтал об этом, это его такая, может быть, была такая заветная мечта. И он ее, в общем, осуществил. И, к сожалению, сейчас ситуация развивается таким образом, что это может остаться ему безнаказанным. Так вот, самый неприятный момент в этой истории, что некоторые издания американские осветили эту ситуацию, и, в частности, издание Fox News написало статью, в которой читателя подводят к тому, что Рамзан Дараев мог быть российским шпионом. Я не хочу влазить, я не знал Рамзана Дараева лично, и, конечно, если сейчас говорить о том, являлся он там шпионом или нет, могу ли я там давать какие-то гарантии, конечно, нет. Но я даже не буду на эту тему рассуждать, потому что это настолько дешевая статья, настолько дешево пытаются отмазать американского военнослужащего, который совершил хладнокровное убийство, хоть и на своей территории. Я вообще не понимаю, почему я делаю эту оговорку на своей территории. Что это меняет? Что значит убить? Я убил на своей территории, значит, это нормально, что ли? Если завтра в мою квартиру придет какой-то чувак, обслуживающий интернет, но на нем не будет жилета или не будет там футболки с логотипом компании, предоставляющей мне услуги, и что я его теперь могу просто зарезать в своей квартире, а потом сказать, я не знаю, на нем не было опознавательных знаков, это было в нерабочее время. Человека, который мне ничем не угрожает, предположить, что я еще вооружен, у меня там винтовка какая-то, М-16, я держу его на прицеле, я задаю ему вопросы, ты кто такой? Допустим, мы даже с ним не можем понять друг друга. Вы представляете ситуацию? Он говорит на шведском, я не говорю на шведском, допустим. Допустим, ни он, ни я, мы английском не можем изъясниться. Но просто потому, как этот человек говорит, а я уверен, что когда на тебя направлен ствол, то ты максимально корректен, когда ты отвечаешь на вопросы, там не может быть какой-то агрессии. И вот в этой ситуации я, вы можете представить, я убиваю человека, и потом это все мне сходит, просто так сходит с рук. Удивительная, да, ситуация? Короче, всячески в этой статье описывается работа шпионов российских там, как работают спецслужбы, что они внедряются в какие-то строительные компании, что они специально там под видом каких-то коммуникационных работников, что вот, мол, там, значит, находится база вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, а это действующий офицер этих вооруженных сил, и он там, видите ли, что-то фоткал, базу он там, видите ли, фоткал. Да плевать, даже если мы допустим, что он действительно шпион, его что, что по закону Соединенных Штатов Америки убивают шпионов, что ли? Для меня очевидно, что просто пытаются, это, знаете, подготовка общественного мнения к тому, чтобы сказали, а, он был шпион, ну тогда, в принципе, ничего страшного, чтобы его грохнули. Так как все-таки в Америке демократия и общественное мнение очень важно, поэтому прежде чем, обычно, прежде чем сделать абсолютно несправедливое какое-то действие, как, например, отмазать своего военнослужащего, как пример, прежде чем это сделать, нужно сначала подготовить почву, нужно подготовить общественное мнение. И вот сейчас эта статья Fox News, я ее вижу именно как подготовку этого общественного мнения, когда целенаправленно американских читателей подводят к мысли, что этот человек на территории военнослужащего, на его частной территории, в нерабочее время, без каких-то опознавательных знаков, значит, он не работой там занимался. И якобы фоткал он там ни столбы, ни кабели, то, что он делал, ни щиток, не знаю, что он там, а типа он фоткал там территорию, военную базу, частный двор этого военнослужащего. Понятно же, что бред. И в этой статье не приводится вообще никакой ссылки, комментария работодателя этого парня. Если он шпион, допустим, он, да, действительно, мы не спорим с тем, что он не соблел там технику безопасности. Мы не спорим с тем, что он там был в нерабочее время. Мы не спорим, абсолютно не было бы никаких претензий, если бы этого человека там наказали бы, уволили бы, я не знаю, оштрафовали бы его за это. Ну, максимум, что еще может быть за вот такое вот нарушение в нерабочее время, если ты попал на частную территорию, какую-то свою работу, ты ее не доделал в срок, как ты должен был, и в нерабочее время решил ее делать. Ну, максимум, что можно с человеком сделать за это? Точно не убить, не правда ли? Я бы понял, там, штраф увольнения, что он, депортировали бы его в конце-то концов, но убить и потом вот так нагло пытаться выдать его за шпиона, самое в этом прискорбное, что даже шпиона, он не мог убить просто так, это тоже ненормально. Даже если бы это было бы доказано, то если бы он был шпионом, его вопросом должны были бы заниматься компетентные органы, явно не военные из элитного спецпределения Соединенных Штатов Америки. Это, знаете, он приблизительно, вот если на российский ладо-то перевести, он как будто бы альфовец. Ну, не альфовец, ладно, альфа это спецслужба, а как, например, какой-нибудь спецназ ГРУ, военной разведки какой-нибудь России, понимаете? Это вот такая вот элита американской армии, и вот этот военнослужащий, полковник этой армии. И поэтому его пытаются таким образом отмазать. И это очень прискорбно. Я посмотрел, промониторил другие статьи на эту тему, порадовало, что другие, конечно, явно так читатели не подводили каким-то подобным мыслям, они просто осветили, что да, действительно произошло, что он военнослужащий, что делом занимается шериф, что там будет беспристрастное расследование. Очень на это надеемся, что оно именно такими будет. Но то, что сейчас в одной статье я увидел, а наверняка они будут также и в других, это, конечно, очень неприятная история. Если в этом конкретном деле произойдет вот такая вот несправедливость, то на любое происшествие, которое было до, которое будет после, будет недоверие ко всему, что произошло или произойдет в Соединенных Штатах Америки. Вот любые, все, что происходило до какими бы резонансными преступлениями они бы не были, это, если по этому делу будет настолько явная фальсификация, настолько явный поклеп, то доверия, конечно, не будет. Будем надеяться, что это всего лишь статья какого-то отдельного издания, и она за собой ничего не повлечет. Ну, посмотрим, будем наблюдать. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»